Здравствуйте, в эфире новости. В студии РТВ в Нью-Йорке Валерий Кипелов. Вначале коротко о главном. Худой мир лучше добрых санкций и ядерных вооружений. Иран и страны Запада наконец договорились о плане нормализации отношений с Исламской Республикой. ИГИЛ Нью-Йоркского разлива. ФБР задержало в Большом Яблоке двух женщин, которые, вдохновившись идеями исламизма, планировали взрывать бомбы. И настанет ли в Америке социальное равенство? Главный финансист США выступила с заявлением, которое многие расценили как сенсационное. В швейцарской лазанне после нескольких бессонных ночей наконец-то завершились многодневные переговоры по ядерной программе Ирана. Диалог балансировал на грани провала, но странам все-таки удалось договориться. Президент США, который ранее утверждал, что шансы на успех ниже 50%, назвал соглашение историческим, объявив, что сделка с Ираном лучше, чем война. О чем же договорилась шестерка международных посредников с представителями Исламской Республики? В этом вопросе пытался разобраться мой коллега Роман Мамонов, который все эти дни напряженно наблюдал за консультациями в лазанне. Рома, каковы детали соглашения? Да, Валера, приветствую. 18 месяцев консультаций, два сорванных дедлайна, последние 9 дней почти круглосуточных переговоров в швейцарской лазанне, почти потеряны надежда 31 марта и почти чудесные достижения компромиссов. Международная шестерка переговорщиков и Иран достигли согласия по основным параметрам сделки, которые позволят по меньшей мере на 10 лет предотвратить получение Ираном ядерного оружия. Новость об этом первой появилась в твиттере президента Ирана Рухани, а позже об этом на специальной пресс-конференции объявили Федрико Магирини, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политической безопасности, и министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф. Сегодня Иран и лидеры ведущих стран мира достигли соглашения по ключевым параметрам будущего договора. Это критическое решение, которое создает базу для полноценного соглашения в будущем. Сейчас мы начинаем работу над текстом окончательного договора. Иранская программа, запасы ядерных материалов и производственные мощности будут ограничены до тех параметров, которые необходимы исключительно для мирной ядерной программы. Решение, которого мы сегодня достигли, очень важное. Иран сможет продолжить мирную атомную программу, но будут введены ограничения на уровень продолжительности программы обогащения урана и количество делящихся материалов. А отработанное топливо будет вывезено из страны. Буквально через несколько минут после того, как в Лозанне было объявлено о прорыве достижения соглашения, здесь, в Вашингтоне, со специальной речью выступил Барак Обама, который назвал сегодняшние события историческим и, конечно, не скрывал своего удовлетворения. Сегодня, спустя много месяцев тяжелых переговоров, мы заключили рамочное соглашение. Это хорошее соглашение. Оно отрежет Ирану все пути к созданию ядерного оружия. Исламской республике предстоит беспрецедентно жесткая система проверок, самая жесткая в истории. Так что этот договор не базируется на доверии. В его основе система проверок. Если Иран будет нас обманывать, мир об этом узнает. Теперь объясним, о чем, собственно, договорились шестерка международных посредников и Тегеран. Разъяснение было опубликовано на сайте Государственного департамента. Итак, во-первых, в вопросе обогащения ураном Тегеран согласился сократить в три раза имеющееся количество центрифуг с 19 тысяч до примерно 6 тысяч. Во-вторых, в течение 15 лет Иран согласился не обогащать уран выше уровня в 3,67%. И третье очень радикальное решение. Исламская республика избавится, внимание, от 97% имеющихся запасов низкообогащенного урана. Сейчас у страны 10 тонн такого урана, а останется 300 килограммов. В чем-то это похоже на схему вывоза химического оружия из Сирии. 13 тысяч центрифуг будут вывезены на специальную базу, которая должна контролироваться МАГАТЭ. А вот куда вывозить низкообогащенный уран, пока непонятно. Была версия вывозить его в Россию, но в последний момент этот вариант отпал. Далее. Иран согласился в течение 15 лет не строить объекты, предназначенные для обогащения урана. Завод в Форду будет реконструирован. Оттуда вывезут все делящиеся материалы. Он не будет использоваться впоследствии для обогащения урана, только для научных целей. Ну и, наконец, реактор в Араке также будет полностью перестроен. На нем нельзя будет больше производить оружейный плутоний. Отработанное топливо должно быть вывезено за пределы Ирана. Надо сказать, что все работы, конечно, будут проходить под строгим контролем МАГАТЭ. А само агентство получит доступ на все объекты ядерной программы Исламской Республики. Сможет использовать самые последние передовые технологии. Ну и, конечно, как мы уже сказали, в случае, если Иран выполнит все необходимые условия и будет следовать этому договору, то Соединенные Штаты, ЕС и ООН отменят имеющиеся санкции. Но если Тегеран попытается сорвать договоренности, санкции будут возвращены практически в автоматическом режиме. Спасибо, Роман. Мой коллега Роман Мамонов из американской столицы. Оторванным от реальности назвали в Израиле соглашение с Ираном. Вот что сказано в официальном заявлении израильского министра по стратегическим делам Ювала Стейница. Улыбки в Лозане находятся в отрыве от жалкой действительности, которая заключается в том, что Иран отказывается идти на какие-либо уступки по ядерному вопросу и продолжает угрожать Израилю и всем остальным государствам Ближнего Востока. Мы продолжим наши попытки объяснить и убедить мир в надежде предотвратить подписание плохого договора. Соглашение называют оторванным от реальности не только в Израиле. Сейчас с нами в студии политический обозреватель РТВ Владимир Козловский, с которым мы обсуждаем иранскую тему. Добрый вечер, Владимир. Какие мысли по поводу соглашения с Ираном? Привет. Когда британский премьер Невиль Чемберленд с триумфом вернулся в 1938 году из Мюнхена, где он сдал Гитлеру Чехословакию, Уинстон Черчилль воскликнул в палате общин. У вас был выбор между войной и бесчестием. Вы выбрали бесчестие и получите войну. Видать, Барак Обама не случайно первым делом удалил из овального кабинета Белого дома одолженный англичанами бюст Черчилля. Обама тоже выбирает бесчестие на ядерных переговорах с Ираном. По мнению Нью-Йоркской газеты Observer, если сравнить его с Чемберлендом, то сравнение будет в пользу британца. Чемберлен искренне верил, что выбирает меньшее зло. В отличие от Обамы, он думал не о своем месте в истории, а о своей любимой Британии, которая была в тот момент почти разоружена, истощена и уязвима. Чудовищные потери в Первой мировой войне нанесли британцам глубокую психологическую травму. Через 10 дней после того, как Гитлер сделался германским канцлером, отпрыски правящих классов Британской империи проголосовали за так называемую Акспортскую клетву, гласившую, что они ни при каких условиях не будут воевать за короля и родину. Британия была не готова к войне с Германией, тогда как Германия была готова к войне с нею. Чемберленд действовал с позиции слабости, которую искусно эксплуатировал Гитлер, в частности, меняя время и место мюнхенских переговоров так, чтобы причинить британцу максимальный дискомфорт. Обама же, по мнению газеты, руководствуется лишь тягой к самовизвеличиванию. Ему хочется повторить исторический прорыв Никсона, восстановившего отношения с коммунистическим Китаем. Сделка с Ираном для Обамы – это способ завоевать место в истории. Замечу для объективности, что он, возможно, движим не только тщеславием, а наивной и искренней верой в то, что его ласка сделает мул белыми и пушистыми. В отличие от Чемберлена, он действует с позиции силы, но отказывается ее применить и собирается выпустить из рук единственное средство давления на Исламскую Республику, то есть международные санкции. При этом он постоянно опускает планку. Обама вступил в нынешний раунд переговоров с Ираном, заявленный целью положить конец его ядерной программе. Сейчас же речь идет о том, что Иранов заведется бомбой, но только не сразу. Ирану также будет разрешено иметь куда больше центрифуг, чем предполагалось вначале. А известны ли все технические детали сделки с Тегераном? Они полностью выяснятся к 1 июля, когда Иран и 5 постоянных членов Совбеза плюс Германия должны подписать окончательный договор. Хотя теоретически с Ираном торгуется 6 стран, практически торг происходит между американской и иранской делегациями, которые, похоже, заодно. На днях в Швейцарии попросил убежище Амир Хасейн Матаги, который был главным пиарщиком иранского президента Хасана Раухани во время предвыборной кампании 2013 года. Перед бегством Матаги освещал в Лазани переговоры для иранской прессы. Вот что сказал он о поведении американцев на этих переговорах. Команда переговорщиков США здесь в основном для того, чтобы говорить с другими членами «шестерки» от имени Ирана и агитировать их за сделку. Как пишет журнал Foreign Policy, французские дипломаты жаловались в кулуарах, что американские коллеги пытаются заставить их пойти на уступки в вопросе о том, сколько центрифуг будет позволено иметь Ирану. Американцы также давили на французов, чтобы побыстрее отменить санкции. Они торопились хотя бы в общих чертах договориться с иранцами к собственному дедлайну, то есть к концу марта. Дело в том, что 14 апреля Конгресс вернется с каникул и может попытаться торпедировать сделку с Ираном, к которой подозрительно относятся не только республиканцы, но и часть демократов. Спасибо, Володя. Владимир Козловский о переговорах с Ираном и достигнутом на них предварительном соглашении. Террористическая угроза в Нью-Йорке. По подозрению в организации масштабного взрыва арестованы две гражданки США. Это 28-летняя Ноэль Виленсас и 31-летняя Эйша Сидики, которые вместе снимали квартиру в районе Куинс. Предположительно, они пытались связаться с террористами на Ближнем Востоке и собирались взорвать в Нью-Йорке самодельное взрывное устройство. Адвокат одной из подозреваемых вышел к журналистам, но был сегодня немногословен. Ее вина пока не доказана. Это серьезное дело. Мы будем работать. Предполагается, что женщины пытались соорудить бомбу из обычного газового баллона. Известно, что в квартире, где они жили, были найдены сами баллоны с пропаном, а также подробная инструкция, как сделать такую бомбу. Также там были найдены доказательства того, что им нравились идеи исламского государства. В интернете они просматривали видео с обезглавливанием журналистов, террористами ИГИЛа и их пропагандистские ролики. Выйти на след женщин удалось благодаря тому, что одна из них в интернете стала общаться с сотрудником спецслужб под прикрытием. Еще одна подробность. Одна из подозреваемых, Ноэль Вилентас, была знакома с американским военным летчиком, который был арестован месяц назад. Он собирался уехать в Сирию и присоединиться к ИГИЛу. Это все подробности, которые известны на данную минуту. В Охотском море возобновились поиски 13 моряков с затонувшего траулера «Дальний Восток». Операция, прерванная из-за наступления темноты, в четверг вечером продолжилась в пятницу с рассвета. По факту крушения возбуждено уголовное дело. Среди возможных причин крушения называют нарушение техники безопасности, столкновение с гигантской льдиной и неблагоприятные погодные условия. На борту судна было 132 человека. По последним данным спасены 63 моряка. 10 из них находятся в крайне тяжелом состоянии. 56 погибли. Судьба 13 человек остается неизвестной. В операции по их спасению участвуют 1500 человек и 26 судов. Это новости на канале RTVI. Далее в эфире. Леденящие подробности трагедии в Альпах. В поисковых запросах пилота, разбившего А320, нашли слова «суицид» и «дверь кабины». А также настанет ли в Америке социальное равенство. Глава Федерального резерва США выступила с заявлением, которое многие расценили как сенсационное. Все это через пару минут. Оставайтесь с нами на канале RTVI.